Президент США Джо Байден подписал три указа о нелегальной миграции. Они призваны ослабить критерии для получения убежища в США, создать новую стратегию для работы с нелегальными мигрантами на южной границе, а также объединить детей с семьями, которые были разделены согласно предыдущим правилам. Один из указов подразумевает создание рабочей группы, которая будет воссоединять семьи мигрантов. В настоящее время от 600 до 700 детей находятся отдельно от родителей, поскольку взрослым выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. С 2018 года в США действовало правило, согласно которому обвинения выдвигались всем людям, нарушившим правила пересечения границы США независимо от того, есть ли с ними дети. При этом, если семья попадала на территорию страны через официальные КПП и подавала заявку на статус беженца, то её в основном не разделяли. Исключение делали только в случаях, когда было необходимо удостовериться, что ребёнок находится в безопасности. Здесь имеется в виду практика, когда мигранты арендовали детей на мексиканской границе. Делали это для того, чтобы их гарантированно отпустили на территории США. Они пользовались лазейкой в законе, которая позволяла освобождать семьи с детьми. Стоит отметить, что администрации Обама и Буша также разделяли семьи на границе по тем же причинам. Однако волна критики за такую политику обрушилась только на Дональда Трампа. После этого он в июне 2018 года отменил правила разделения семей, а позже подписал новое распоряжение, согласно которому все мигранты, подающие документы на получение убежища в США, должны были ждать решения по их вопросу с другой стороны границы на территории Мексики. Таким образом, проблема разделения семей решалась. Впрочем, один из трёх указов Байдена говорит, что это правило также пересмотрят. В период правления Трампа СМИ также критиковали бывшего в то время министра внутренней безопасности США Кирстон Нильсон. Её обвиняли в том, что она депортирует взрослых без детей. Однако она отметила, что перед депортацией всех мигрантов по несколько раз спрашивали, хотят ли они забрать детей с собой. Многие отказывались. В целом, распоряжение Байдена, скорее всего, вернут США в эру Обамы, когда были значительно расширены критерии для предоставления убежища. До 2014 года право оставаться в США предоставляли тем, кто доказал, что подвергся репрессиям или такая угроза неминуема в будущем. Однако, с приходом Обамы убежище стали предоставлять даже тем, кто стал жертвой домашнего насилия. Пытки и принудительный труд широко распространены в тюрьмах Северной Кореи. И это можно приравнять к преступлениям против человечности. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека представило новый отчёт о ситуации в КНДР. Он вышел через семь лет после знакового расследования ООН, которое подтвердило, что в стране серьёзно нарушаются права человека. В 2014 году комиссия ООН обнаружила, что в КНДР совершают преступления против человечности. Они включают казни, убийства, рабский труд, пытки, заключения, изнасилования и другие формы сексуального насилия, репрессии по политическим мотивам и похищения. Сегодня, спустя семь лет, в докладе ООН по правам человека выдвинуты обоснованные предположения, что эти преступления против человечности продолжают совершать. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачилет призвала страны мира предотвратить дальнейшие нарушения. Она также попросила Совет безопасности ООН открыть расследование в отношении КНДР в Международном уголовном суде или создать другой орган. «Нужно и дальше делать упор на надлежащее расследование и судебное преследование предполагаемых международных преступлений, совершённых в КНДР. Необходимо передать дела в Международный уголовный суд, создать специальный трибунал или другой подобный механизм. Для преступлений против человечности нет срока давности». Северная Корея отрицает существование лагерей для политических заключённых и в июле прошлого года осудила Великобританию за санкции в отношении двух организаций, которые, по утверждениям британского правительства, причастны к принудительному труду, пыткам и убийствам в лагерях. При этом новый госсекретарь США Энтони Блинкен недавно отметил, что Вашингтон может ввести дополнительные меры против Пхеньяна. Греческий реставратор Венезелос Гаврилакис использует увеличительные стёкла, ватные палочки и деликатный подход, чтобы восстанавливать древние фрески и иконы в церквях Стамбула. 44-летний мастер переехал в страну восемь лет назад. С тех пор он и его коллеги поработали над десятками артефактов в 25-ти греческих православных церквях. Сейчас Венезелос трудится над творением под названием «Преображение Господня». Говорит, что работа заняла больше времени, чем обычно из-за пандемии. «Да, этот период непростой, но он тоже закончится. С другой стороны, нашу работу над этими драгоценными и бессмертными артефактами люди смогут увидеть всегда, смогут зарядиться от неё вдохновением и силой. Они также вспомнят о безграничных возможностях человека, который создаёт такие удивительные вещи». В Турции растут опасения по поводу сохранения артефактов христианской византийской и мусульманской османской эпох. Такие предметы истории часто не реставрируют, либо отдают в руки неквалифицированных мастеров. Гаврилатис же даёт пожизненную гарантию на свою работу. Он также говорит, что своим проектом хочет призвать всех людей к единению. «Думаю, призыв церкви к людям объединиться в эти непростые времена пандемии был услышан. Мы все должны держать духовную связь, должны помогать друг другу и делать что-то во благо общества». В прошлом году Турция решила превратить в мечети знаменитый собор Святой Софии и Церковь Христа Спасителя на полях – ещё одну достопримечательность византийского зодчества. Это вызвало критику со стороны экспертов, церковных лидеров и западных стран. Они выразили обеспокоенность, что преобразование может привести к повреждению фресок и других артефактов. Гаврилакис обучался в Италии и Греции, где работал более чем в 40 церквях. В Стамбуле самое старое изображение, которое он и его команда восстановили – это фаюмский портрет II-III веков до нашей эры. Три десятка глазастых автомобилей Volkswagen Juke колонной едут по дорогам Каира. Такой парад классических машин здесь можно увидеть каждую неделю. В египетской столице есть свой клуб любителей знаменитых жуков. «Мы открыли его семь лет назад. Цель в том, чтобы помочь владельцам этих машин. Это старая модель, и чинить её проблематично». Основатели клуба также создали группу на Facebook. В ней присоединилось 22 тысячи поклонников легендарного автомобиля. При этом до полусотни египетских владельцев жуков собираются раз или два в неделю и проезжают по улицам Каира. Они хотят, чтобы другие могли полюбоваться раритетной техникой. «Больше всего в этой машине мне нравится её индивидуальность. У каждой из этих 30 машин свой характер. Каждую воспринимаешь по-разному. Когда ведёшь её, кажется, что она живая. Эта машина с душой». В клубе состоят и мужчины, и женщины, причём и взрослые, и юные. «У меня этот автомобиль недавно. И теперь я не сажусь в свою машину с автоматической коробкой. Езжу только на нём. Мне хочется его водить. Я просыпаюсь утром и сразу думаю, как сяду за руль». В египетском клубе состоят и жители других арабских стран. «Для меня Жук красивее Мерседеса. Он мне нравится больше любой другой машины. Я приехал поработать над ним и сделать его ещё красивее». Volkswagen Juke выпускался с 1946 по 2003 годы. За 57 лет с конвейера сошло более 21 миллиона автомобилей. В 1998-м немецкая компания также запустила в производство модель Volkswagen New Beetle. Дизайн экстерьера у неё выполнялся в стиле Жука, однако конструкции у автомобилей разные. Последний Beetle выпустили в 2019 году. Рак груди обогнал рак лёгких как наиболее частую форму рака в мире. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. «Впервые рак груди стал самым распространённым видом рака в мире, сместив с этой позиции рак лёгких, который занимал её исторически. На третьем месте рак кишечника». По данным ВОЗ, рак лёгких был самым распространённым видом рака последние 20 лет. Эксперты также отмечают, что риск возникновения рака, особенно рака груди, часто возрастает из-за ожирения. Раковых больных в мире тоже всё больше. Отчасти из-за роста мирового населения и продолжительности жизни. «Последние тенденции демонстрируют, насколько быстро распространяется рак. Например, в 2000 году ежегодно регистрировали 10 миллионов новых случаев, а в 2020 году – уже 20 миллионов. И основываясь только на демографических прогнозах, к 2040 году мы ожидаем, что будет 30 миллионов новых случаев в год». Раковым больным стало сложнее и из-за пандемии коронавируса. Опросы ВОЗ показали, что примерно в половине стран услуги для таких пациентов были частично или полностью нарушены. «Часто возникают задержки с диагностикой. Значительно увеличились перерывы в терапии и отказ от неё. Медицинские работники испытывают большой стресс. И сейчас значительно меньше людей стало участвовать в исследованиях и клинических испытаниях». Свой доклад ВОЗ представила в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, который отмечают 4 февраля. Британский ветеран сэр Томас Мур, который стал национальным героем, скончался в возрасте 100 лет. Это произошло утром 2 февраля в больнице Бетфорда. Том Мур лежал там с пневмонией, вызванной коронавирусом. COVID-19 у него выявили 22 января. Прививку от коронавируса ветерану не делали, поскольку он принимал другие лекарства, несовместимые с этим препаратом. Пожилой мужчина лечился от рака простаты и кожи. В Марстон-Мартене к дому Тома Мура несут цветы. «Мы просто опустошены. Сейчас мы пытаемся воскресить все удивительные воспоминания о нём. И мы шлём всю свою любовь всем, кому он был дорог, всей его семье. Он очень вдохновил нас в такие трудные времена». «Мы хотим сказать – покойся с миром, сэр Томас. Он стал удивительной поддержкой для всей системы британского здравоохранения, для всего общества. Он помог людям сблизиться. Его дочь, внук и внучка – удивительные люди. И я желаю им всего наилучшего». Капитан Том прославился в прошлом году, собрав в ходе благотворительной кампании 33 миллиона фунтов стерлингов для врачей и волонтёров, которые заботятся о пациентах с коронавирусом. Чтобы вдохновить людей на пожертвования, он прошёл сто раз вдоль 25-метрового двора своего дома. Достижения Тома Мура занесли в книгу Гиннеса, поскольку он собрал рекордную сумму денег за прогулку. В Великобритании за эти заслуги ветерана удостоили титула сэр. Королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Теперь она намерена направить личное письмо с соболезнованиями семье капитана. Министр здравоохранения Великобритании написал в Твиттер, что Мур был великим британским героем. Дочери Мура отметили, что последний год жизни их отца был замечательным. Он помолодел душой и увидел, как сбываются его мечты. В Пенсильвании торжественно разбудили знаменитого сурка Фила. Сначала по традиции его позвали по имени. Потом смотритель достал зверька из норы. После этого панксатонский Фил сделал своё ежегодное предсказание о предстоящей погоде. Его зачитал вице-президент клуба панксатонского сурка. «Это прекрасное утро. Я вижу это вместе со своими поклонниками, которые наблюдают за церемонией онлайн. Сейчас вы все в безопасности, но наша традиция дня сурка должна сохраниться. Мы все оказались в ночной тьме. Но теперь видим надежду и яркий утренний свет. Однако, повернувшись, я заметил прекрасную тень. Зима продлится ещё шесть недель». В США день сурка отмечают 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно наблюдать за сурком. Если зверёк выберется из норы и не испугается своей тени, то весна придёт рано. В противном случае зима будет господствовать ещё полтора месяца. В пенсильванском городе Панксатоне с 19 века предсказание делает сурок Фил. Местные жители утверждают, что это один и тот же зверёк. Его долгожительство объясняют тем, что сурку периодически дают эликсир, продлевающий жизнь. В этом году Фил сделал 135-й прогноз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова